Радужная, дом 8. Именно здесь в декабре прошлого года открылся мини-детский сад. На сегодняшний день в муниципалитете он стал самым большим. На 463 квадратных метрах расположились 4 группы для 120 детей – прачечная и пищеблок. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова с интересом осмотрела все помещения и познакомилась с ребятами. Здравствуйте, я дядя. Здравствуйте. У вас занятие, да? Да. Чем вы занимаетесь? Клеите. Да, мы будем делать подарки. Украшаете галстук. Моим папам, да. Во всех группах идут занятия. Ребята знакомятся с военными профессиями. Начальник управления образования Наталья Киселева включилась в интересный урок. Как военный этот называется, как этот вид войск называется, который границу? Пограничник. А вот это? Танкист. Танкист. Молодцы. Палисадик стал частью детского сада номер пять «Улыбка», который располагается неподалеку на Бицепском проезде. Да чем, собственно, отличается этот уникальный, замечательный детский садик от полного образовательного учреждения для ребенка? Да ничем. Есть все. Есть место для игры, есть место для приема пищи, есть место для того, чтобы тихий час провести. Можно и оборудовано полностью помещение и предоставлены возможности для музыкального занятия. Современный ремонт, современное оборудование, современная мебель, которая удобна и в пользовании, и в развитии ребенка. Современные игрушки, методические пособия. То есть детям будет интересно. Хотя группы полностью укомплектованы, ребят сегодня немного. Остальные пока готовят документы и проходят медосмотры. Родители могут прийти в сад, чтобы получить всю информацию из первых уст. Подойти в наш главный корпус, это Бицепский проезд, дом 19. Там мы с вами заключим договор, напишем заявление на зачисление, а далее вы пойдете проходить медицинскую комиссию. Молодая мама Алена Аброськина будет сюда водить сына Даниила, чему несравненно рада. Давно уже хотели попасть в этот сад. Нам не особо было так принципиально, потому что нам уже три года есть и уже больше. Соответственно, я считаю, что ребенок уже должен ходить в сад и развиваться, и общаться с детками. Креативные, увлеченные своей работой воспитатели – большая находка для сада. Анна Сметанина за столь короткий срок работы в группе нашла контакт и с детьми, и с родителями. Мы любознательные детки. Миллион вопросов, и сразу все вместе, все подряд, стараемся все подряд объяснить. Качество преподавания наше тоже, чтобы с детками соответствовало нашему такому красивому детскому саду. Ну а найти подход к малышам оказалось не так уж и сложно и нам. Нужно было просто начать с ними играть. Я сегодня уходила на работу и не успела досушить волосы. Майя мне поможет сделать красивую прическу. Правда? Получается? Вот так. Все, я готова уже на работу? Нет еще? Еще что-то будешь делать? Это что такое? Заколку ты хочешь мне прицепить? Ну все, я буду вообще суперзвезда сегодня. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Все, красота? Готова на работу? Все, готова на работу.